Здравствуйте, друзья! Вы, как всегда, в нашем любимом канале Давай Наливай! И вы знаете, мы не только наливаем, но еще и чего-то пробуем. А пробовать мы сегодня будем вот такую бутылочку виски бюджетного класса Highland Mist. Компания Lough Lamont. Мы уже обозревали две бутылочки виски этой компании. Это High Camishere и вот вчера Классмана компания, как я уже рассказывал, неоднократно совершенно новая, образована в 65-м году прошлого столетия образовалась, закрылась, был пожар но они перепродавались восстанавливались восстановили производство добавили кубов, начали гнать зерновую водку, можно сказать не солод, а именно зерновую. Смешивают, получает отличный середнячок. Есть у них и односолдовые виски, но мы вот пока решили пробежаться по ихнему бюджетному варианту. Как показала практика, он очень даже неплохой, хороший. И для гурмана еще раз скажу, нечего здесь пробовать, это рядовой дешевый дешманский виски, который приятно выпить под шашлычок где-нибудь в компании, ну никак не в гордом одиночестве, получать удовольствие, отсидя в бокале с льдом вискарь. Ну что, давайте смотреть. Цвет светло-коричневый, обычная бутылочка, винтовая пробочка, открываем марочку, на этот раз наши зателили очень хорошо, положим в сторонку, чтобы она не портила кадр, открываем винтовую пробочку, наливаем вискарный стаканчик, закуска, как у нас всегда, скромная, бананчик, яблочко, и давайте начнем с запаха, узнаем, насколько он противный или приятный. Пахнет карамелью, мягкий, довольно-таки приятный запах, карамель и ваниль. Отличные, как всегда, эта компания ставим за запах 5 и не будем тянуть время, а сразу приступим к дегустации этого чудного напитка, надеюсь, вкус будет такой же прекрасный, как и запах. Пробуем. Присутствует легкая дымность, виски довольно мягкие в своем сегменте дешманского. Тепло пошло, привкус карамели, ванили и не знаю, еще раз попробуем, сейчас скажу, похожи на какие-то фруктовые оттенки, но они довольно слабые. если есть фруктовые оттенки, то очень-очень слабые. Что еще можно сказать? Спиртозность, как и в Хайланде, во всех присутствует для дешевого виски, спиртозность, то есть спиртозность есть, как Хайко Мишери, вот он такой здесь, спиртозненький, но довольно-таки пятной, можно его пить, рекомендуем. цена бутылочки 0,7 была 390 гривен, вот такая вот бутылочка. Ну, на этом все, будем заканчивать, не противный, не противный, довольно-таки приятный для своего сегмента, понятно, если сравнивать его с односолодовым виски, он однозначно проиграет, ну, как начальный виски, дешевый, который доступен более массовому покупателю, компания Молодец, вот они ничего выдающегося, пока мы не пробовали из них, а вот средний такой достаточно виски они выпускают, за что им честь и хвала. На этом будем заканчивать, помните, алкоголь вредит вашему здоровью, не напивайтесь, берегите себя. На этом прощаемся, друзья, до новых встреч, всем пока.